Лабораторная работа номер 18. Название работы «Определение отношений. Гамма-Ти-Пек-ЦВ методом фремонодиозорма». Цель работы – определить показатели адзиабата, которые рассчитываются по следующей формуле, которая дается в описании работы, где нужно измерить H1 и H2. По данной формуле видно, что нужно измерить величины H1 и H2. Далее считаем среднюю ошибку, среднюю абсолютную ошибку, средний квадратичный доверительный интервал, и ответ записываем в следующем виде. Для того, чтобы измерить H1 и H2, используем приборы принадлежности какие? Насос, зажим, сосуд и водяной манометр. Так, ставим его на 0, на 0. Так, зажим, открываем. И для того, чтобы измерить H1, мы вращаем насос. Вращаем насос, мы видим, что манометр уровень жидкости изменяется. Довольно до 30-20 см, закрываем зажим. Далее ждем 3 минуты, и устанавливается определенный уровень жидкости постоянный. Мы его записываем. Например, там 25 и так далее. Далее, чтобы происходил для диабетного процесса, дам мы вот эту, для измерения H2. Мы пробку быстро вынимаем, быстро закрываем. Происходит диабетный процесс. Далее, уровень жидкости в манометр также изменяется. Это будет уже H2. Например, от 0 вверх, от 0 вниз. Это где-то около 6. Вот сейчас 3 минуты ждем, например, там до 6 доходит. Далее записываем все измеренные значения уже в таблицу. В работе требуется сделать 7 измерений H1 и H2. Далее посчитать гамма. По расчетной форме средняя, абсолютную ошибку, среднюю квадратичную. Погрешность посчитать доверительный интервал. И записать ответ. Далее уже подготовиться к защите по контрольным вопросам.